Этот дом вырос как гриб после дождя, быстро и напористо в самом центре города. С лета прошлого года незаконная постройка ждет своего сноса. За счет бюджетных средств, кстати. Правда, в дальнейшем их будут взыскивать с хозяйки строения. Но пока этот дом, как большой дорогой подарок, заворачивает в полотно, имитирующее старинное жилое здание. Скорее всего, эти работы будут проводиться, наверное, не в течение дня, чтобы не мешать движению транспорта. Как все согласуем, будем надеяться, что это будет в ближайшее время, то есть в течение марта, апреля месяца. Практика первый раз, но практика других субъектов Российской Федерации, да, такая есть уже. На примере олимпийских объектов, то есть при подготовке к Олимпиаде Краснодарский край сносил в течение трех лет за счет бюджетных средств. Производство в отношении собственницы здания было возбуждено в августе 2013 года. Между тем, она не выполнила указанные судом действия по сносу незаконно построенного дома и отбыла в неизвестном направлении. Затем дама была объявлена в розыск. Сейчас приставы установили ее местонахождение. 4 декабря она стала мамой и сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. При сносе самовольного заведенного строения, как одна из мер принудительного исполнения, это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Также наложение ареста на ее объекты недвижимости, любой собственности, которая за ней имеется, для того, чтобы в последующем можно было возместить все расходы, понесенные со сносом. На сегодняшний день идет процесс по составлению сметной документации на проведение всех необходимых работ. Затем последует целый ряд всевозможных согласований. По завершению всех процедур осуществится, собственно, снос здания. Вот так построить дом построили без всяких там бумажек и разрешений. А как избавляться от архитектурной ошибки центральной улицы города, так все затягивается до последнего момента. Таковы парадоксы российского законодательства.